Такую перекличку лемуры Масик, Люся и Маруся теперь устраивают каждый день. Вот уже две недели в зоопарке нет посетителей и животные соскучились по общению. Разговаривать друг с другом тоже быстро надоело и для беседы выбрали попугая Петрушу из соседнего вольера. Она начинает кричать и все начинают поддерживать. Лемуры особенно и те попугаи начинают перекрикивать друг друга. В зоопарке говорят, что больше всего от одиночества страдают приматы. Именно они сильнее привыкают к людям. Если лемуры от скуки подружились с попугаями, мартышки наоборот стали ссориться со своими соседями. Умудрились даже подраться через решетку вольера. Чем больше, тем становятся более агрессивнее и более серьезнее относятся к этой тишине. Им не хватает общения. А вот на сухом тишина как раз по душе. Две самки готовятся стать мамами, поэтому предпочитают спокойную обстановку без людей. Все остальные при виде нашей съемочной группы заметно оживляются и начинают просить еду и внимания. Во время изоляции в зоопарке появились и новые животные, которым потом наоборот придется привыкать к людям. На прошлой неделе родились пять енотов, а на этой – морские свинки. Пока малыши привыкают к окружающему миру, их родители, как и всех остальных животных, пытаются отвлечь от одиночества – едой. Их стали чаще подкармливать. Каждый час ходим, подкармливаем то яблочко, то огурчик, то бананчик, то сухой курум. Птиц там, соответственно, другой рацион идет. И если в зоопарке животных развлекают в основном хлебом, в экопарке Лукоморье решили развлекать их зрелищем. И установили вот такой телевизор. У многих людей есть любимые питомцы наши. Но и у питомцев есть люди, потому что вот некоторые чувствуют, ну, кто приходят, люди, допустим, как ворон. Он некоторых далека кричит, зовет. А тут получился барьер такой, и психологически это очень тружно для них. Чтобы хоть как-то разбить барьер, людей стали показывать животным на экране. Руководство парка говорит, что это сработало, и питомцы стали активнее. Пока им показывают фотографии из архива Лукоморья, но программу будут расширять. Будем показывать жизнь других животных в других регионах, будем картинки показывать, будем небольшие какие-то информационные программы, ну, то есть новости, чтобы они знали. Новости? Севастопольские или какие? Ну, конечно, севастопольские. Наша любимая СТВ. Говорят, что животные – отражение человека. Эта гипотеза подтверждается даже в непростое время самоизоляции. Так же, как и мы, они чахнут без общения. И так же, как и мы, отвлекаются от грусти едой и телевидением. Екатерина Брегодель, Вермеджитов, Новости Севастополя.